Наша трибуна Я имею что сказать А я думаю что Кричать не обязательно, работают все микрофоны Каждый может Высказать Не высказать Сказать Добрый день, уважаемые дамы и господа Вы слушаете Радио Народная волна На частоте 14.30 М 99.1 ФМ На нашем веб-сайте RadioNVC.com Кстати, по просьбе наших радиослушателей Которые хотели бы Внести свой посильный вклад В дело просвещения публики Мы установили Там такую кнопку Донейшн Помнишь, как-то народ сказал Да, мы хотим, дайте нам возможность Поучаствовать Ты не помнишь, я помню Это когда мы говорили насчет стены строительства Нет, когда мы говорили насчет Того, что мы за свободу слова И так далее Я его теперь чаще буду толкать, будить А то он просыпает половину разговора И поступают По-прежнему продолжают поступать Донейшн от вас Те, кто нас слушает Те, кто сделал донейшн Огромное вам спасибо Мы действительно очень ценим Это небольшие суммы денег Но С миру по нитке Но главное, что Сережа рубашка Главное, что Главное, что Люди хотят помочь Хотят поддержать И это здорово И ценят то, что мы делаем Вот это самое главное, я считаю За это спасибо всем огромное Между прочим, когда люди говорят Ну что мы, что мы можем сделать Ну что мы можем сделать Ну хотя бы вот это вот А представляешь, если бы не было нас Если бы не было там других шоу Которые идут на американском радио Если бы не было Факс Ньюз Там 20 лет назад А что бы было? Не представляю А ведь было такое? Сианлин было единственное Кабельное телевидение? Между прочим, если ты Я имею в виду новостное Я насколько помню Ну я приехал там не 100 лет назад Как ты А 80 Да-да Вот То есть тебе было на тот момент Лет 120 уже Да-да Понятно Я помню, что вообще Факс не настолько был популярен И Факс не так смотрели Как сегодня все Прикованы к этому Факс Ньюз Причем я тебе скажу Что очень много Моих знакомых Которые Больше симпатизируют демократам Чем республиканцам Они смотрят Факс Еще по-моему больше Чем СНН Точно так же, как я тоже Очень много смотрю с СНН Чтобы Если посмотреть рейтинги То СНН там где-то Далеко-далеко позади Но врагов надо слушать Правда Вот Знаешь, что Врага нужно Чистоять Факс Происходят странные вещи Последнее время И возможно Если так дальше пойдет То Не-не-не Оно так дальше не пойдет Сережа Ты посмотришь Закончатся дебаты То есть Мы с тобой Да Обсудили эту тему Что одна из причин Почему это происходит Это предстоящие дебаты Кота, которых Факс Отлучили И что Все телодвижения Которые делает Факс Направлено на то Чтобы им все-таки Дали возможность Это и Дана Бразил Принятая на работу Факс в качестве Контрибьютора Это уволенная Или Соспендер Джин Пиро Джин Пиро То есть Послушай Брэд Берр Уже на Факс Интервьюирует Дэнги Долейнивни Это же Сенатор Демократ Который Придется Я вчера обратил Ты видел Да Который Придется в президенты Причем Он На Факс Ньюс Поливает президента Грязью И Брэд Берр Слово не говорит Да Что не вызывает У нас Энтузиазма Либо это попытка Все-таки Поучаствовать в дебатах Либо это изменение курса Кардинальное Либо просто Попиарится Ты знаешь Там произошло Что Дисней Уолл Дисней купил Да Ну ты понимаешь Что если они начнут Если они потеряют Рейтинг республиканцев То они просто умрут Потому что они Никогда не будут Таким же Как СНН Как Эмбзиазма СНН их передавит Посмотрим по ЧПУ Потому что В лебезне Переиграть невозможно Не могут Республиканцы Оверспенд Републик Конечно Невозможно Наоборот Невозможно быть Немножечко беременным Понимаешь Факс Вообще Недостаточно На сегодняшний день Почему не возможно Еще левый Можно чуть-чуть Быть беременным Ты уже пробовал Я нет Но вот Например Если пару часов Кавтом анекдоте Через пару часов Не видно Да Ну в общем Нет Просто Действительно Получится так Что Они Одной Я извиняюсь Задним местом Пытаются сесть На два стула У них не получится Они обязательно Либо провалятся Либо они придется Выбрать Сул Жалко будет Ты знаешь Джадж Дженни Пиро Это наверное Одна из моих Самых любимых Ну не женщины Самый любимый Ведущий Ведущий Да Вот совершенно верно Я обожал ее слушать Во-первых Просто приятно Посмотреть на нее Эмоции Она очень эмоциональная Да Она такая эмоциональная Она непрямотная Да И Я честно говоря Очень расстроился И непонятно Что будет дальше Насколько ее Решили убрать Нам сначала сказали На две недели Суспендер Ну вот мы в субботу посмотрим Почему-то никаких Никаких Как по-русски Апдейтс Апдейтс пока нет Обновление Обновление Совершенно верно А новостей Да Пока нет Окей Я скажу Я скажу и народ Тех Слушай Наши слушают умные люди Несмотря на то Что может быть Кто-то из них Голосует за демократов Но это самая большая глупость Которую люди могут совершить В своей жизни Но Я могу Так сказать Дальше С содержания Этой информации Люди поймут Что То что я произнес Это в кавыч Хотя его по-прежнему Продолжают обвинять В антисемитизме Я читаю комментарии Знаешь В соцсетях Хаффинтон пост И Яху Новости ляпает И потом Почитай комментарии И люди с еврейскими именами И фамилиями Что они пишут Марк какой-то там Пишет Молодой явно Выходить из университета Или студент университета Пишет что Айпек и Израиль нам не друзья Да Ну Но Если такие евреи Зачем нам арабы Естественно Арабы не нужны Так вот Очередная Антисемитская выходка Президента Дональда Трампа Заключается в том Что он В кавычках Кавычках Призвал После 52 лет Говорит Пора признать Суверенитет Израиль Над голландскими высотами Конечно Очередная выходка Которую ряд стран Осудил Включая Россию Турцию Сирию Ну и другие страны Ближнего Востока Эти чем Можно даже не перечислять Это просто Можно сказать Капи-пейс Капи-пейс Но при этом При этом СМИ Очень осторожно пишут А вот В Евросоюзе Заявили Что несмотря На позицию США Брюссель Не намерен Признавать Суверенитет Израиль Ну да Это не только Отдельные страны Это весь Евросоюз Сереж Если бы у тебя Под носом Крутилось Такое количество Эмигрантов Происхождения Мусульманского Ты бы наверное тоже Не очень торопился Что-то признавать Потому что Это нам хорошо Говорить Находясь за океаном А они там Извиваются Как ужин на сковородке Как-то пытаются Лавировать Между вот этими Ситуациями Которые они же И создали Давай попробуем Принять звонки Наших радиослужащих Добрый день Свои соображения Пожалуйста Алло Здравствуйте Мы вас слушаем Слушаем вас внимательно Добрый день Вы можете назвать Ваш веб-сайт На компьютере Потому что Ни в одной газете нет Лучше всего Если вы на фейсбук Веб-сайт называется Адрес веб-сайта Радио Н В С Н В Как Виктор Виктор С Как Как Эд С Н В С Да Радионвси Точка Кам Все очень просто Одно слово Радионвси Без пробела Прямо в одно слово Радионвси Спасибо А если вы хотите А если вы хотите нас видеть То На фейсбук И на И на нашем сайте И на сайте Спасибо Спасибо огромное Спасибо вам Добрый день Пожалуйста В эфире Добрый день Два момента Первые по поводу Fox News Диснея до одного места Лишь бы Факс Новостной И спорт Приносил Прибыль Они вмешиваться Не будут Это мое мнение А второе Я удивлен Россией Что они Возмущаются Твитом Трампа По поводу Голланов Им бы наоборот Надо было Помалкивать И использовать Это В отношении Крыма Как написал Александр Непомнящий Промолчали бы Сошли бы За умных А так Всем становится Ясно Что мнением России На самом деле Никто не интересуется Вы конечно же Правы Вы абсолютно Правы Лучше бы они Помолчали Подумали Знаете как говорят Те кто живут В стеклянных домах Не должны бросать камни В принципе Я не знаю Почему Вы удивились Этому Потому что Россия Всегда Была Как говорится Проститутка И всегда Заигрывала С арабами Не забывайте Что это Огромный рынок Для продажи оружия Поэтому Я не думаю Что Россия Когда-то Как говорится Будет Братьями на век С Израилем И откреститься От всех Тех Кто ненавидит Израиль И хочет стереть Его с лица земли У нас звонок есть Спасибо за ваш звонок Добрый день Пожалуйста В эфире Добрый день Я могу говорить Пожалуйста Сережа И Анатолий Вы знаете Я ремарка Такая После того Что я прослушал Алексея В среду Я прямо Был в восторге В его вступлении И он Разложил по полочкам Всю демократическую Банду Этих негодяев А вечером Чуть позже Байден Объявил Своё Значит Желание Возвратиться В президенты И Эта девочка Полненькая Толстенькая Черненькая Собирается Быть Его власть Президента Еще ни разу Не было Пока Они не нашли До прямой Прямой Выбор Чтобы выбирали Власть Президента Она еще Ничего не знает Это явное Вмешательство Обамы В выборы Почему? Потому что Он рассчитывает Что он Польский Ивакурейшн Если даже Он выиграет То он Откажет Такой Купольной И она Станет У власти Станет Президентом Вот это Моя Но знаете Самое интересное То Что Сейчас Со среды Начинается Американская Трагедия Это моё мнение Американская Трагедия Они хотят Превратить Страну Не в банановую Республику А как Алексей Гаврил Гадюшник Спасибо За то Что прослушали Спасибо Спасибо Огромное Самое Интересное То Что Вот это Выбор Байденом Этой Стэйс Эйврэмс Уже Прокомментировали Несколько Афроамериканских Политиков И сказали Что это Дешёвая Попытка Белого Человека Повлиять На голоса Чернокожих То есть Вы понимаете Да Что Уже Его уже Обвиняют В том Что Он Не Не Искренне Это Всё делает А специально Делает Это Ради Ну В общем Ну Когда Вы сказали Что она Станет Президентом Я Почему-то Больше чем Уверен Что президентом Она не Станет А всё-таки Останется Трамп Исходя Даже Из того Что Вот По данным На прошлой неделе Трампа Рейтинг Достиг До 45 Это Самый Высокий Рейтинг Который Был Причём Самое Интересное Что Значит Даже 10% Среди Демократов Они Одобряют Действия Трампа И Кстати Вот Трамп Уже По цифрам Относительно Этого Рейтинга Он Уже Достиг Популярности С Рейганом С Джимми Картером С Обамой Единственное Что там 70% Где-то Были У Никсона У Буши По-моему Обоих И у Джана Кеннеди Ну Слушай У Клинтона Был 71% После того Что его Попытались Импить Ну Вот У Клинтона Почему-то Я вот Читал У него Было 46% Да У нас Звонок Есть Добрый день Мы вас Слушаем Добрый день Когда Джо Байден Выдвинул себя Президенты Вот Ну Кандидаты И Показали По факту С сентября Он выступал На Митинги И Всех Те Кто поддержит Трампа Он назвал Отброс Самообщество Это может Видели Да Конечно Конечно Да То же самое Помните Когда Это Хилл А так же Само Назовало Те Кто Будет Голосовать За Трампа Идиотами Сомашедшими Недоразвитыми И нормально Проходит Абсолютно Попробовал бы Чтобы Кто-то Республиканин Сказать Такое В отношении Дектората Демократическое Да Вы знаете Вот Вы сами Сами Сказали Это Что Оно Именно Не Проходит Почему Потому что Все-таки Учесть то Что Президентом Все-таки Стал Трамп Вот Это Все Вся Эта Ерунда Она Не Проходит Она Не Проходит С даром Поэтому Говорить Можно Все Что Угодно А Вот Какие Последствия Знаете Говорят Смеется Тот Кто Смеется Последним Поэтому Не так Уже Оно Проходит Хотя Они Говорят Между Прочем Предвыборный Штамм Трампа Работает Еще С Прошлого Года Они Собрали Уже Рекордную Сумму 130 Миллионов Долларов Если Это Сравнить С Обамой И с Тем Же Бушем То Они Собрали По Моему Что Около 5 6 Трамп Уже Собрал 130 На самом деле Трамп Сделал Довольно Прагматичный Ход Он Сразу После Инаугурации Зарегистрировал Себя В качестве Кандидата И Поэтому У него Появилась Возможность Собирать Деньги Но Если Ты Вспомнишь Прошлые Выборы То Ты Наверное Помнишь Что Клинтон Потратила В два Раза Больше Денег Чем Президент Мы Все Знаем Откуда Деньги Как Говорится Были Но Единственное Никуда Не Делись Меня Очень Радует То Что Вот Эти Все Цифры Они Действительно Заставляют Демократов Очень Нервничать Вот Потому Что Я Уже Говорю Что Популярность Трампа Приближается К Сказал Вы Отключите Меня Сразу Договорились А то Каждый раз Когда я звоню У меня Почета Отключается Смотря Что Вы Будете Говорить Ну А теперь Поговорим О Факс Факс Давно Уже Стал Не тот Который Был Поэтому Ну Лично Я Слушаю Если Карлсона Может Быть Еще Кого То Но Не Так Много Но У них Есть Бизнес Ньюз Бизнес Ньюз Гораздо Лучше Относится Допустим К Трампу И Консерваторам Чем Факс Ньюз Это Поэтому Лично Я Предпочитаю Бизнес Ньюз И Ну Очень Очень Засудительные Люди Причем Там Не только Политики Там Экономика Там Финансы Там Разные Вещи Поэтому Если Кто Любит Слушать Факс То Я Считаю Что Бизнес Ньюз Это Лучше Гораздо Приятнее Слушать То Что Тебе Приятно Будем Говорить Говорить Окей Вы Слушаете Другой Раз Син Надо Врагов Я Их Не считаю Врагами Они Никто Даже Как бы По Их Нету Это Было Я Не знаю 30 лет Назад Было Интересно Они Новости Передавали А Сейчас Одна Роготня Трампа Я Не знаю Для них Но Что Меня Вот Когда Другой Рас Тревожит Скажем Они Говорят Вот Это Ты Сказал Обидел Оскорбил Но То Что Они Говорят Целый День На Своем Шоу Оскорбляя Не Только Трампа Самого Ну И Других Консерваторов Это Они Считают Свободу Слова Они Могут Но Другой Не Может Ничего Сказать Такого Что Им Неприятно Ну Неприятно Неприятно Не Слушаясь Неприятно Вот Поэтому Если Говорить О Факсе То Факс Уже Не Тот Факс Который Факс Я Вижу Мое Время Пришло Конец Да Ну Ладно Спасибо Большое Я вас смотрю На Ютуб Поэтому Замечательно Я вижу Эти Кнопки Звоните Не бойтесь Мы Вас Не Отключаем Всего Доброго Спасибо Сам Будьте Здоровы Мы Продолжим Нашу Мы Продолжим Нашу Беседу Буквально Через Несколько Минут Никуда Не Уходить 10 Секунд Вот Объявление Хорошее Прозвучало По поводу Вкусной Еды Ты знаешь Я не Видел Ни Одного Раза Чтобы Искали Работу Дегустатора Я С удовольствием Пошел Дегустатором В магазины Наши Русские Ты Хорошо Подготовился Почему Я вижу У нас Звонок Здесь Давайте Примем Добрый день Пожалуйста В эфире Добрый день Добрый А меня зовут Игорь Я беспокою вас Из Канады Из Торонто Здравствуйте Игорь Мне очень приятно Отметить Что Во-первых В вашей студии Работают профессионалы И Для меня Приятно Видеть Кстати Я вас нашел В фейсбуке И В свой обеденный перерыв Так сказать Подключился К вам И Большой привет Сергея За ответственно Я должен Открыть маленькую тайну Игорь на самом деле Стоял у истоков Этого радио И в этой студии Находился До того Как он Переехал В Канаду То есть Это наш Против Игорь Приезжайте К своим детям Пожалуйста С удовольствием Познакомимся Меня в команду Дегустаторов Все Двое нас Игорь Договорились Хорошо Если я пройду Тестирование Я очень даже Да Но мой телефонный звонок Связан с тем Что Я хотел бы вас Похвалить В том плане Что Сравнивая Работы Украинских И русских Радио Здесь В Канаде И в Торонто В частности Мы Обделены Именно Вот такими Тематическими Программами Связанными С жизнью В Соединенных Штатах Америки И в Канаде Политической Жизни Экономической Жизни Как-то У нас Здесь Вот У вашей Северной Северной Соседки В основном Украинские И русские Радио Рассказывают О жизни В Украине О жизни В России И в некоторых Других Странах Бывшего Советского Так сказать Простора И Моя зависть Приятная Зависть Относится К вашим Радиослушателям Которые Могут Многое Узнать О политической Жизни В вашей Стране О том Как вы Можете Влиять На государственную Политику Как вы Можете Обсосать И Так сказать Обработать Всю информацию Что касается Нынешнего Вашего Руководства Президентов Глав Правительств Глав Парламентов И так далее И тому подобное Мы К сожалению Я хочу Так отметить Это Почему Потому что Общаюсь Со своими Друзьями Знакомыми Украинцами И не только Украинцами Здесь В какой-то Определенной Скорлупе И Хотя мы И влияем На работу Допустим Нашего Канадского Правительства И многие Украинцы Или люди Имеющие Украинские Корни Даже Являются Министрами Даже Являются Депутатами Федерального И Антарийского Провинциального Парламента Но вот Сам Человек Человек С большой Буквы Который Стал Сейчас Канадским Гражданином К сожалению Очень мало Интересуется И к сожалению Очень мало Информации Идет Именно Из Средств Массовой Информации Так что Вам большое Спасибо Ну и Думаю Что Как-нибудь Довстретимся В Чикаго Вам спасибо Но я могу Сказать так Чтобы вас Успокоить Успокоить Вашу зависть К Чикаго Если вы хотите Пожалуйста Я поговорю С Олежкиной Женой И мы вам Его пришлем В виде Рассады И вот пусть Он там Нет Только В виде Дегустатора Ну да И вот Вы с ним Тогда сможете Там и Продегустировать И он Вам там Расскажет Про все То что Происходит В Америке Вообще Ты знаешь Я должен Игорь Действительно Огромное Огромное Спасибо Что позвонил И Я помню Твою работу На нашем радио И за это Тебе огромное Спасибо Игорь Вы знаете У вас В Торонто Есть такая Группа На фейсбук По-моему Она называется Russian Canada Я иногда Туда захожу Посмотреть Вообще Этот бред Который Люди Пишут Эти Какие-то Ужасные Взгляды На жизнь Это Это вот Ностальгия По сталинизму Это Ностальгия По прошлому Просто диву Даешься Непонятно Что же Вы делаете Здесь В Канаде Вот такие Вот патриоты России Почему Вы не на баррикадах Почему Вы вот Отсюда Такое Это вопрос Говорите Такое Извините Что перебиваю Не столько России Столько Советского Союза Да 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 Он просто Нискореним И вы себе Не представляете Как эти Полки Которые 9 мая Выходят Вместо того Чтобы проводить Какие-то Церемонии Памяти Что касается Жертв Второй мировой Войны Голодомора Или Голокоста Вот они С этими Красными Тряпками В этих Пилотках С этими Георгиевскими Ленточками Вот эта Тоска Я тоже К сожалению А может быть Даже не к сожалению Я не понимаю Мне это просто Воротит Ну вот такая Действительно Никуда Это Говоря Именно в Торонто Казалось бы Но это группа Живете В демократическом Развитом Обществе Уже Насмотрелись Нормальной Хорошей Жизни Как это Должно быть Нормально Происходить И тянут За собой Своих детей Тянут За собой Своих Внуков Долбливают Им это В голову Ну ладно Об этом 70-80 90-летние люди Но когда ты Видишь Своих Ровесников Когда ты Видишь Людей Немного Моложе Чем ты 30-40-50 Лет Именно Группа Это Именно Она Про Путинская Не Совсем Она СССР Про СССР Но Все равно Там Информация С Большим Сожалением О том Что было Когда-то В Советском Союзе Вы знаете Об этой Группе Да Вы Не слышали Рашин Канада Ну Надеюсь Что ты Приедешь К нам Сюда Забежишь Заглянешь В свою Студию Большую До встречи Всего доброго Вот такие Бродила Вот тут Мне сообщение Пришло Что похоже Все таки Джанин Пир Возвращается 30 марта В эфир Факс Что на самом деле Интересно Что у нас Кажется Я боюсь Ты думаешь Я боюсь Что да Боюсь А кстати Продюсеры Ее Шоу Мусульман Мусульман Мы Может быть Это как Письмо Добрый день Пожалуйста Добрый день Прошу Извините Я только Что включился Возможно Это вопрос Уже Обсуждался Что им Известно По Акасии Картес Какой-то Миллион Около Миллиона Куда-то Она направила Не туда Ну да Известно Лишь Что В этом Поводе Будет Какое Нибудь Развитие Спасибо Развитие Вряд ли Будет Поговорили Поговорили Заглохли А то Что она Отправила Миллион Куда-то Чифов Стэф Который Раньше Работал На Барни Сэндерса Который Сейчас Работает На Акасию Картес Перевел Деньги Из Пэка В частную Компанию Миллион Долларов Или почти Миллион Долларов Там Не только Там Там уже Набралось Достаточно Претензий К юной Пионерке Которая Кристально Чистая Ее Бавка Корчагин Ее По-тихому Уволили Слава Богу Убрали Оттуда Да Я только Хотел Сказать Что Вообще Тебе Скажу Что Вот Ну Про Картес Уже Мы Закончили Да Вещи Что-то Хочет Добавить Не Про Картес Я могу Сказать Только Одно Что Я думаю Что Ее Ждет Не Очень Очень Печальная Участь Что Это Будет Чисто Вот Зиц Председатель Фукс Которого Первого Жи Бросят Под Автобус Тогда После Я хотел Упомянуть О Еще Об одном Конгрессмене Конгрессвумен Ильхан Амар Да Значит Помню Что Ее высказывание О евреях Застали Ее же Родную Демократическую Партию Врасплох И действительно Вот прямые Наезды Вот По национальному Признаку Ну никак Не вяжется С либеральными Ценностями Так вот А вот Попытка Осудить Амар Демократическим Большинством Конгрессе Привела Скандалу Что Усмутянки Нашли Защитники На самом деле Вот И голосование Пришлось Отменить Но История С Амар Вот мне кажется Даже Это Хорошая Вещь Вот Позитивный Момент Потому что Она Заставила Задуматься Очень многих Евреев В Америке На тем Вообще Что происходит В демократической Партии И даже Пусть это Пока в негативном Ключе Однако В конечном итоге Эти тенденции Пойдут нам на пользу Потому что Сигналы Тальхал и Мар И единомышленников Со всего запада Они Не просто Вот Фокусируют Внимание На евреях А они еще И пробуждают Евреев Это сна И я тебе скажу Что вот Например Моя жена Она по работе Связана С многими Евреями Из Хайлен Парка Которые Двумя руками И двумя ногами Они кричали За демократов Там Вот что Израиль Неправильную политику Ведет Они уже тоже Задумываются И испугались Потому что Как ни крути А если ты помнишь В прошлом В прошлом веке Гитлер призывал К уничтожению Евреев И в принципе Больше его никто Не поддержал Не дай бог Сегодня Будет второй Гитлер И призовет к этому Сколько будет С удовольствием Будут помогать Поэтому наверное Уже пора объединяться Ну я тебе скажу Вот в противовес тому Что ты сказал Уже Демпартия Миннесоты Призывает к тому Чтобы ее Сняли С должности Да Это правда Поэтому То есть потихонечку Люди То есть то что они Проголосовали Как скоты Во время голосования За резолюцию Это Отдельный вопрос Но то что Они все таки Поняли Что То что она делает Вредит Демпартии Именно Миннесоты Вот тут Это огромное Огромное Ты еще не забывай Что в этой резолюции Там же не было Прямого осуждения Именно ее За ее Скажем Там размыли Все Они проголосовали Как скоты Просто Как низкие скоты Размытые Непонятные Вообще За что голосуем Руки Подняли И все Но Я говорю К тому Что вот тебе Пожалуйста То есть не все Те которые Ее поддержали Во время Резолюции Не все Те же люди Ее поддерживают В ее же партии Алло Вы в эфире Добрый день Добрый день Здравствуйте Здравствуйте Владимир Гарсон Сан-Франциск Здравствуйте Привет Сан-Франциск Здравствуйте Запад Очень отрадую вас Господа Видеть В таком составе Вы пятница На троих Очень приятно Спасибо Шаббат Причем Если вы заметили Пьет один Сергей Я хочу Знаете Что сказать Немножко прибавить Как бы оптимизма Потому что Эти демократы Либералы Уже тошни Значит Оптимизм Какой Вот я вижу Вот я Все время Следую Скажем Сайт Джадиша Воч Фитон Да Да Он все чаще И чаще Заговаривает Про Клинтон И как бы Ну да Брошин И прочее Значит первое Второе Ну вот например Есть такое движение Может быть Вы знаете Вокэвэй Да Да Очень радует Есть такое Особенно Мне очень нравится Слушать Черный Почему Я Демократическую Партию Ход Вот Ну так же Иксодус Еврейская Это не да Джексон Да Да Ну вот Собственно говоря Радует Немножко Да Ну надежда Есть 100% Ну вот Понимаете Рузвель Там побороли В свое время Да Может еще не все потери Надежда Есть 100% Поэтому будем надеяться Что все таки Молодежь немножко Как-то Как-то И умирают И умирают Это надежда Постель Да Надежда Умирают Постель Так что все Нам Хороших новостей И успехов И вам взаимно И хороших выходных Спасибо Движение такое есть Но я не знаю Насколько оно массовое Неважно Изыск Разгорится пламя Дай бог Чтоб так получилось Один раз уже Получилось Я думаю Что пора уже Евреям понять Что из себя Представляет Демократическая партия Хотя Если посмотришь На то Что делает Муванда Дорг И Я сейчас Не помню Имя человека Но явно Не Мусульманин Который там Пишет Они призывают Новых кандидатов Президенты От демократической партии Игнорировать Айпек И те похоже Не будут присутствовать Правда Шмумер Шумер И Пелоси Конечно Побегут туда Потому что Иначе просто Партии конец Им нужны Еврейские деньги Несмотря на то Что население Так сказать Евреи составляют 2% населения Америки Но при этом На каждых выборах Евреи дают 25% Четверть всех Собранных Средственно Избирательную Компанию Поэтому Я не знаю Будут ли они Бороться за души Евреев Но за деньги Евреев Шумер И Пелоси Бороться будут До конца Я думаю Не только Шумер И Пелоси Потому что Они Ты же сам Понимаешь Что Они Не могут Допустить Вот это Лево Радикалов Подвинуть Вот этих Даже Левых Демократов Я имею ввиду Вот те Которые Чуть ли не Сваливаются С левой стороны Земли Их невозможно Допустить К тому Чтобы подвинули Левых Демократов Поэтому Нэнси Пелоси Чак Шумер Я больше Чем уверен Мак Марворд Что этот Блументал Там Половина Этого Ну Да Отребье Но Тем не менее Эти имена Нужны В политике Эти имена Нужны Поэтому К сожалению Эпопея С Хиллари Похоже Не заканчивается Сейчас Вскрылись Новые Мейлы В которых Она Отправляла Секретную Классифай Документы Обмеливалась И причем Она посылала Заголовок Вашингтон Экзамен Писер Пишет Коэн Слоя А кто У нас Лени Дэвис Лени Дэвис Конечно Лени Дэвис Добрый день Пожалуйста В эфире То есть Я думаю Что Эпопея С Хиллари Еще Не закончилось Добрый день Слушай Вас Алло Здравствуйте Филадельфия Геннадий Филадельфия Геннадий Привет Филай Добрый день Скажите Пожалуйста Не все Отвечают На этот вопрос Форум Вы читаете Газету Нет К нашему Великому Стыду Это вы Правильно Сказали Стыду Я вот Спрашиваю Людей Не читают А вы Вот Возьмите Пожалуйста Найдите Форум Прошлый Ну вот Это Свежая 21-27 Марта Окей Потому что Ваша Ваша Передача Она Отвечает Всем Нормальным Людям С головой Не тем Либерастам Как вы говорите И правильно Говорите Или демокрастам Вот Там статья Чему Учит История Владимир Янкелевич Из Израиля И Здесь Есть Это Американская Газета На русском Языке Здесь Пишут Так Как вы Говорите Только Больше Языком Языком Профессиональным И Чему Учит Наша История Я Вчера Слушал Слушал Одну Передачу Но не вы Там Были Так Когда Врывались Там Некоторые И За жизнь Говорили За Этого Невозможно Это Здесь Не случится Это Америка Вот Владимир Янкелевич Показывает То Что Говорил Жаботинский То Что Говорили Раньше В те Времена Все Успокаивались Да Нет У нас Германия Вот Так Никогда Не Случится В Украине Говорили Бегите Немцы Будут Всех Расстрел Да нет Немцы Были В 18 Году Не Так Мы Должны Чувствовать Опасность Раньше Других Я прошу Прощения Вас Перебью Вы Говорите О форум Или Форум Дейлой Нет Я говорю О форуме Потому Что Я знаю Форум Дейлой А форум А где Эта газета Выпускается Где Она Выпускается В Америке Я могу Прислать Все Данные Во все Америке Или В Нью-Йорке Или Филадельфии Ну Американская Газета Выпускается Каждая Газета Не может Выпускаться Это газета Которая Продается И форум Вот пожалуйста Сейчас скажу Она выпускается Так Паблыш 110 Конно Айленд Авеню В Нью-Йорке Я думаю Что это Форум Дейлой Ну Скорее всего Ну Да Я могу Вам Прислать Не надо У них Вебсайт Форум Дейлой Я знаю Эту газету Да Ну Вот Я Две газеты Только Покупаю Здесь Я покупаю Форум И Еврейский Мир Вы знаете Еврейский Мир Слыш Спасибо Спасибо Обратим Внимание Обязательно Обратим Как вы Говорите Спасибо 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 большое Геннадий Спасибо Добрый день Пожалуйста В эфире Здравствуйте Вот вам Товарищ Только что Говорил По поводу Никелевича Я хочу Сказать Что это Не форум Форум Были Просто Зайдите На сайт Клаб Беркович Заметки И там Он печатает Случилось Почитайте Понятно Понятно Спасибо Спасибо огромное Спасибо Ну что Так вот Я говорю Что эпопея С Хиллари Похоже Не закончилась Возможно Правосудие Совершится Когда-нибудь Есть слабая надежда Сомневаюсь Честно говоря Сомневаюсь У кого появится Вот такой Ну гац Это ладно Вот такие вот Такие знаешь Латуневые Да 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 Вот эти причиндалы Потому что Бип Бип Короче говоря Вот те у которых появится Нужное направление Кстати Ты читал Да Слышал Что Открылась Еще и переписка Между Эндрю Маккейб И Элисой Пейдж Новая И там Совсем Интересно Это вот Те Которые пропали Якобы Которых Которые не могли найти Это Ну часть Которые не могли найти Но Они Вскрыли Вот когда вскрыли Маккейба Транскрипт Да Транскрипты И когда вскрыли Лиса Пейдж Вот в них Накопали Еще и переписку Не просто Лисы Пейдж С Питером Страк И Маккейба С Коми А там еще и нашли Переписку Маккейба С Лисой Пейдж Которая ему говорила О том что Ребята Будьте аккуратны Потому что То чем вы занимаетесь Это Очень Чревато Пахнет сроком И как только Нашли ее переписку Тут же Нашли Текст Бейкера Который является Который говорил Что Надо предъявить Обвинение Хиллари Клинтон Да Который сказал Что ребята То чем вы занимаетесь Это игра В огонь И надо быть Очень аккуратным Потому что Я боюсь Что Это он говорил В отношении Досье Что я боюсь Что вот это все Это очень Нехорошая игра Вот тебе пожалуйста Вот тебе уже Начинают постепенно Выходить Вещи Которые Вот это К тому что ты говоришь Что постепенно Может быть И будет Раскручиваться Я думаю Там произойдет Такая вещь К двадцатому году Если Дай бог Победит Трамп Это будет Не последний Разговор О Клинтон Что значит Если Анатолий Ты не веришь Следовать Следовое будущее Ну у меня Такой нет Такого Восстимизма Как у тебя Ты что Хорошо друзья Мы давайте Это реализм И обсудим Это реализм За кулисами Давайте Возвращаемся в программу Народная трибуна Телефон студии По-прежнему 847-400-5200 И вот еще о чем После трагических событий В Новой Зеландии Слышали что премьер-министр Сказал что мы запретим Там то это Это в общем практически Магазины Клипс По повышенному содержанию Патрон То есть там больше 10 патронов Если Например И тут же Вскочил на этот поезд Барни Коммунист Сэндерс Который пользуется Огромной популярностью В демократической партии По некоторым вопросам Он опережает Байдена По некоторым Он на втором месте Байдена который Правда еще Еще никто ничего не объявлял Но уже все все знают Да И сразу Ну Я хочу успокоить Любителей Оружия Патриотов Коим я себя отношу Вообще собираюсь завтра Или послезавтра пойти Мое ружье Наконец-то отремонтировали Мое билеточко Ружье Да Полгода ремонтировали Две вот такие Пружинки Мой Мальчик Одна Одна не работала Две заменили На бэкордере Бал Ну Файна Короче Не прошло и года Как я получил назад Своё ружье Так что я Это не поэтому Мне фейсбук сегодня напомнил Четыре года назад В этот день Мы были там Стреляли Мне пишут в комментарии А экологи против убийства Я спрашиваю Против убийства тарелок Экологи против убийства Я занимаюсь Стендовой Ну как Занимаюсь Как будто я занимаюсь Нет Я очень люблю Пострелять на стенде По тарелкам Я занимаюсь Спортивной рыбалкой Да Вот Да Так вот Завтра Послезавтра Может быть Удастся поехать Пострелять И я попробую Сделать маленькое Видео такое А из чего тарелки Изготовлены? Клей Граффит Ну из глины А где они Изготовлены? В Китае? Нет? Ну это я не знаю То есть ты хочешь Скажем Стреляем по китайцам? Ты должен Как патриот Стрелять только По американским тарелкам У меня как патриот Я должен Стрелять по китайски Но они должны быть Нет Они же были сделаны здесь Либо по китайским Либо по тарелкам С лицом Ким Чанетова Энгуно Вы знаете что тарелки Бывают разные Вы думаете они Одинаковые все? Во первых Они разного цвета Разного размера Есть глубокие Для супа Есть мелкие Для второго Я тебе открою Больше секрет Ты про эти тарелки? Я даже о них не думаю Они абсолютно разные Летают с разной скоростью Это интересно Спортинглей Кстати стрелять Очень интересно Хорошо К чему это я? А Разоружаться 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 Все сразу Давайте Все Второй Ну я хочу успокоить Что в Новой Зеландии Там нет Конституции Поэтому они себе Придумывают Выдумывают законы Отменяют законы Принимают законы А у нас Слава Богу Воистину Слава Богу Что у нас Есть конституция И что Всяким Прогрессивным Прогрессистам Мягко говоря Конституция Конституция А когда Помнишь В Диршилде Запретили Ну дальше Этого не пошло Да естественно Но тем не менее Ты видишь Попытки против Конституции Эти попытки Были Есть И будут Всегда А демократы Всегда об этом говорят Они пытаются Если они не могут Изменить конституцию В соответствии С конституционным порядком То они всегда пытаются Отчистить Что-то интересного скажут Добрый день Алло Добрый день Ребят Слава Каганович Привет Слава Добрый день Я Какое-то Может быть Я пару предложений Пропустил Потому что набирал Номер телефона Конечно Замечательно Что у нас Есть конституция Только Это похоже Мало кого волнует Я вот Сегодня Получаю Сообщение От иммиграционного Адвоката Который мне Рассказывает Что пересечение Нелегальной Перечения Границ Это на самом деле Не уголовное нарушение И с этим сделать Ничего Невозможно Это Административное Нарушение Такое же Как получение Тикета Да Но если за тикет Хотя бы Надо Пойти в суд Или хотя бы Пройти в школу Что-то там То есть Это всех устраивает Или заплатить Деньги заплатить Да И судебные издержки Конечно А тут оказывается Даже это Даже это Так сказать А Я удивился Конечно Как это так Пересечение границы Нашего государства Является Административным Нарушением Ну давай Попробуем Наоборот Попросим Кого-нибудь Качественного Эксперимента Пересечь границу Из США В Мексику До 10 лет тюрьмы Если не Если не Пристрелят Сразу Да До 10 лет тюрьмы Слава Удивляться нечем Поскольку Эти законы Писали Эти адвокаты Ну вот И я спрашиваю А почему же никто То есть Тебя эта ситуация Устраивает Ну а что я могу Сделать Это закон Ты же сам За них голосовал То есть Я за эти Голосы Не голосовал Я голосовал За тех людей Которые могут Что-то поменять Это одно Теперь второе Хорошо Значит Есть закон Который 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 Как-то Обойден И который Не гарантирует Нам то Что любой Человек Может перейти Эту границу Но В Конституции Написано Что голосовать Имеют право Только Люди Имеющие Американское Гражданство Значит Это прямое Нарушение Конституции И Как Никто не сможет Ни одна Партия Ни другая Партия Не смогут Этого контролировать Я ему написал Что я говорю Я сейчас могу написать 15 или 25 Разных способов Как сделать так Чтобы закон Выполнялся Только никто Не хочет Этого делать Вот в этом И беда Что это все Безнаказанно Остается Между прочим Слава 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 На выборах Вот интересно Что будет Если я Приду на выбор На выборный участок Стану с плакатом И скажу Пропускаются Только те Кто может Предъявить Свою Американское Гражданство В любом виде Что со мной будет Как вы думаете Не знаю Но я тебе Не советую Это делать На самом деле Некоторые люди Которые нарушали Этот закон О выборах Поплатились Сроком В тюрьме И такие кейсы Есть Другое дело Что Слава Я в твоей передаче Подробно Разговаривал С Петей Сечетковым Человек Который работал На избирательном участке И я пытался Разобраться Как эта система Работает Оказывается Никак То есть Любой человек Если его поймали Сколько человек Поймали А сколько Их не поймали Любой человек Который получает Драйвер лазер И по незнанию Или По непониманию Или английского языка По Каким-то другим причинам Ставит галочку В белой бумажке И отдает ее При регистрации На драйвер лазер Он автоматически Попадает В списки Для голосования А когда он приходит На избирательный участок У него никто Это не во всех штатах Нет Не везде Не во всех штатах Но в Калифорнии Это вообще Это есть По каким-то данным Там 900 тысяч Нелегальных иммигрантов Были зарегистрированы Для голосования Где в Калифорнии 3,5 миллиона В общем идет Ну какой-то штат Приводил пример В общем идет На мид терм Электрон 900 тысяч В одном каком-то штате Было зарегистрировано Ну посмотрите Посмотрите на интернете Сколько человек Было осуждено У нас в штате В Иллинойси А вот по этой статье Нарушение закона Слава 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 ты меня слышишь Да А ты видел Вчера вот видео было Я нашел Видео Где показано Как представители Вот пограничных служб Они приехали в колледж Рассказать там О их работе Да И как Что им кричат Это молодежь Говорят А ну расскажите Как вы Агентство убийств Да Агентство убийств И как вы этих И как вы этих Бедных людей Которые Пытаются к нам прийти Как вы к ним относитесь И как вы их на землю укладываете И как и как Прочее Прочее Но о чем еще Слава можно говорить Тут еще до конституции Мы не дошли Поэтому я не сильно Разделяю вашего оптимизма По поводу еще По поводу молодого поколения И будущего Вот я Я работаю на заводе Да Я не работаю В институте В университете Я работаю на заводе Который дает продукцию Так вот ребят Найти человека Который может Стать к станку Стало невозможно А зачем А зачем ему к станку Молодого человека Который хочет учиться И стать к станку Там К обрабатывающему центру Или к другому оборудованию Невозможно Дело в том Что когда человек Становится к станку Он не получает Таких денег Как программист Или экзекьютив Те же деньги Можно получать Сидя на вэлфере Или на пособии Получать фудстемпы Получать Все-все льготы Бесплатную медицину И еще где-то Подрабатывать на кеш И в результате В результате Получать еще больше денег Ну хорошо Это констатация Что делать Мне сегодня посоветовали Голосовать за тех За кого ты хочешь Я так и делаю Я думаю Я думаю Что после того Как Трамп Будет переизбран На второй срок Я думаю Проведут Возможно Ну я и надеюсь Что демократы Потеряют Большинство В конгрессе Между прочим Трамп сказал Что в двадцатом году После его избрания Проведут Они Режут Вот эти фонды Которые Помогают На 25% Уже сегодня Об этом говорят Необходимо провести Реформу Велфера Люди должны работать Те кто в состоянии Работать Могут работать На сегодняшний день 77 миллионов Там или более 7 миллионов Рабочих мест Открытых У нас некому работать Потому что сидят На Велфере Здоровые люди Которые То что я уже То что я уже говорил У меня радуется Сердце Когда я смотрю Значит Ушло Из компании Ушли те Кто был Оформлен на работу Нелегально Оказывается У этих людей Не было документов И за 20 лет Они не удосужились Вот когда они ушли На их место Пришли Афроамериканцы Работать Я смотрю И радуюсь Этому Невероятно Эти люди Пришли Пришло 8 человек Из них Там Два Два менеджера Ой серьезные ребята После армии Поставили всех По стойке Смирна Я смотрю И радуюсь Вот это Вот это доставляет Мне действительно Радость Они пошли работать Между прочим Вот я вчера Получил журнал Профессиональный журнал Где Ассоциации Кабинетмейкерс Так вот Очень Очень много Рабочих мест Есть Свободных Требуются люди На работу Строительных Специальностей Строительных Специальностей Очень много Причем там Платят совсем Неплохо Вот Но я говорю о том Что пожалуйста Работа есть Есть люди Которые могут Прекрасно пойти Работать Приносить пользу Государству Платить налоги И Как говорится Делать эту страну Более великой Чем она была Спасибо Да Спасибо Слава Да Спасибо Слава Помни что все проходящее Музыка вечно И театр тоже Спасибо большое Добрый день Пожалуйста Вы в эфире Алло Еще раз Здравствуйте 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 Славик Знаете Я Больше 10 лет Я чем больше Работаю И Был на разных У нас Тренинги И партийные И партийные Вот И задавал Вопрос Нашим адвокатам И Да Когда заполняется Аппликейшн Вот Первый раз Там пишется Согласно С законодательством Вы должны быть гражданином Это нарушается закона Ни один наш адвокат Русскоязычный Не сказал мне Вот Чтобы Конкретно Как всех Наказывают Ни разу на тренинге Нам не сказали Я говорю про наш штат Чтобы кого-то Наказали за это Если человек Он не легал И он голосовал Будьте Имели Хренкарту Ни разу Больше чем за 10 лет Ни разу Поэтому понимаете То что пишется на бумагах Даже адвоката Наши русскоязычные Никто не знает Что человек Имеет право Согласно Закону Наказать Это реально Сережа Я только не понимаю Это говорит О уровне подготовки Наших адвокатов Или о состоянии Дело в нашем штате О том что закон Вот То что пишется на бумаге А в нашем штате Он не работает Вот и все Закон Я вам скажу Больше Он не работает Только в нашем штате Не только Да Он во многих штатах Он не работает Ну К сожалению Спасибо большое Ну слушай Мы можем читать Высказывания наших Русскоязычных адвокатов И делать выводы Вообще И об их взглядах Говоря о выборах Вот Брайт Бар Приводит анализ Потерял я этот материал Но смысл сводится К следующему Что Google Принял активное участие В перенаправлении голосов В адрес Демократической партии То есть Серч Вот этот поисковик Система поисковика Была настроена таким образом Что перенаправляли По сути дела В Демократическим Кандидатам В каких-то трех основных Я сейчас не помню Просто не помню В трех основных В каких-то избирательных Округах И В заключении Такое можете себе Представить Что они будут делать На выборах В 2020 году Да Добрый день Пожалуйста Добрый день Еще раз Извините Я второй раз звоню Я забыл спросить А что произошло У Трампа Секретарь Яровей Она вступила В борьбу С своим мужем Что там уж Против Трампа Вступил Я не разобрал Там конкретно Может вы в курсе дела Объясните Пожалуйста Джан Канвей Муж Келлиан Канвей В очередной Ну он периодически Выскакивает на твиттер С какими-то заявлениями И поступая Я помню Он опять сказал Что Трамп Некомпетентен И может быть Психически Неравновешен И так далее Так что Обиделся на Трампа Так что Обратите внимание То есть он призывает Избирателей Трампа Обратить внимание На его психическое состояние На что Трамп ответил Но он же клоун Ненормальный Ваньком И я говорит Его называю Мистер Келлиан Канвей Ну так и он Он обиделся За то что Он работу не дал Да Шабидов Не знаю В общем Келлиан Ее задают Этот вопрос Мол Как так Ваш супруг И так далее Но она Поблагодарила Трампа Он мог сказать Ты замечательная женщина Но Сказать В твоих услугах Больше не нуждаемся Но тем не менее Трамп меня поддержал Я ему за это Очень благодарна В общем Послушай Трамп Опять же Он не политик Он бизнесмен Он делает Все то Что хорошо Для его бизнеса То что он делает Для Америки Это Он Исполняет Как бизнесмен Поэтому Почему он Как идиот политик Должен избавиться От той Золотоносной Курицы Курицы Которые несет На золотые яйца Из-за того Что он там На кого-то обиделся Понимаешь В такую игру Играют политики А Трамп Он молодец Он На все это Смотрит Так как оно есть Политики делают Все для того Чтобы удержаться У власти И заработать Больше денег Давайте примем Последний зал Потому что Время уже не остается Добрый день Пожалуйста Добрый день Еще раз Я очень коротко В продолжение То что человек Говорил Что На эти места Нелегалы В прошлом году Это новая Наверное Регуляйшн У нас никогда Такого не было Но с компанией Где-то 500 человек Надо было Представить Трехдневный срок Легализацию Вашего статуса То есть Легаринкарта У вас Исчезло 100 человек И к нашему Удивлению Человек 10 Ушли Хотя Работали Довольно Долго Больше Десяти лет В компании Никто не знал Их статус Ну 10 Это мало На такую компанию У них было Безвыходное положение Вы знаете Не потому что Никто не знал Об их статусе Любой хозяин Бизнеса Особенно малого бизнеса Или там Среднего бизнеса Ну просто Анатолий Просто раньше Я помню У нас работал Один Из Гватемалы Пришел Показал Сушил Секюрити Но как Нельзя Взяли На работу А я ему Потом Давал Тенфори Да Формы Тенфори Найд Тенфори 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 А он Их Вообще А он Идеатизм У него Жена Гражданка США Да Сам Мексиканец И он Годами Не оформлялся Ну просто Ступит Такое Вот я Давал эти формы Тенфори И он брал Их рвал И в мусор Выбрасывал Я говорю А как же ты будешь Отчитываться А зачем мне А потом День прекрасный день Да он раз и исчез Вот так что Да Десять человек на пятьсот Это еще очень мало Ну два процента Это Я помню У родителей Там что-то В один день У родителей В один день Не пришел на работу Что-то около Тридцати человек А компаний Там человек восемьдесят Спасибо друзья мои К сожалению Спасибо вам за ваш звонок За то что слушаете И принимаете участие В программах Олег Анатолий Огромное спасибо И всем нашим Слушателям И зрителям Которые смотрят нас По всему миру Включая Израиль Всем хороших выходных Спасибо Всего доброго Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok